Сам едва не погиб, спасая детей. В Приморье молодой человек, рискуя жизнь, вытащил из горящей квартиры двух девочек. Всё произошло в городе Фокино, где его теперь называют не иначе, как супергерой. Земляки с гордостью комментируют кадры в соцсетях, которые никого не могут оставить равнодушным. Об отважном парне, поступок которого можно назвать подвигом, в репортаже Тимура Лавронова. Это ребёнок тоже, что ли? Языки пламени повсюду дым. Внутри квартиры на шестом этаже находились двое детей, 4 и 12 лет. Их громкие крики услышал сосед сверху. Времени на раздумья, как признался Алексей Резниченко, у него не было. Решение принял сразу. Одной рукой он зацепился за решётку своего балкона, вторую протянул детям, которые уже задыхались от едкого дыма. Чувствовал запах дыма. Вышел на балкон, а там уже дети орали. Помогите, спасите. Я пытался их вытащить, как дверь открыть. Когда я свою дверь открыл, я сам не задохнулся. Закрыл свою дверь и решил спуститься. Никто не страховал, я сам полез. Просто рукой держался. Сейчас дети находятся у родственников. Их квартира практически полностью выгорела. События этого страшного дня вспоминают с трудом. Сперва они почувствовали запах сгоревшей проводки на кухне. Тебе сильно страшно, да? А почему тебе страшно? Там сидит окон. Насте сегодня спрашивали, что-то больше всего испытала. Она говорит, больше всего я переживала за сестру. Вышли на балкон, дышали через полотенчико. Да. А как вы помощь просили? Громко. Громко. Самые страшные мгновения, когда рука старшей сестры начала соскальзывать. В это время на улице шёл дождь. Жители дома растянули под окнами одеяло на случай, если Алексей не удержит ребёнка. Но, к счастью, обошлось. Мама девочек в момент, когда случился пожар, была на работе. Балкон вообще у нас там. И там вещи лежали. Кто-то поджёг. О героическом поступке молодого сотрудника ОВСИН Алексея Резниченко до последнего не знали даже на работе. После спасения двух детей из горящей квартиры скромный и сдержанный. Молодой человек просто продолжил заниматься своими делами. Но его поступок не мог остаться незамеченным. Личную благодарность Алексею выразил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Два человека тебе будут благодарны всю свою сознательную жизнь. Большое тебе спасибо за это. Но я думаю, что этот пример для всех ребят молодых будет наиболее ярким, как нужно поступать в таких ситуациях. Что стало причиной этого пожара, ещё предстоит разобраться полицейским. Тем временем руководство ОВСИН России по Приморскому краю, в котором служит Алексей Резниченко, сейчас собирает документы, чтобы представить его к награде. Тимур Лавронов, Первый канал.